Так-так-так, ученички мои, все к школе готовы. Завтра идём в школу. Каникулы закончились. Как завтра в школу? Уже в школу что ли? Мама, ты наверное ошиблась. А какое сегодня число? Сегодня одиннадцатое, а двенадцатого вам в школу, насколько мне известно. Ничего не поменялось. Мама, не может быть. Завтра уже в школу. Я ещё не наотдыхался. А посмотри там в школьном чате. Может это учительница заболела или ещё что-то случилось. Мы же что-то писали. В чате писали только то, что учитель ждёт от вас. Сделанного домашнего задания, которое задавали на каникулы. А что, на каникулы что-то задавали? Макс, ну ты издеваешься что ли? Как с луной свалился. Конечно задавали. Иди быстрее в дневнике смотри. И сделать нужно сегодня. Так, упражнение сто восемь, сто двадцать восемь, сто тридцать восемь. Это только по русскому языку. По литературе прочитать книгу. А-а-а, тридцать две страницы. С ума что ли сошли? Ой, я математику даже открывать не буду. Я за сегодня ничего не успею. Именно поэтому, Макс, надо было делать это всё на каникулах, а не в последний вечер. Ха-ха, мы с Дианкой если что гулять пошли. Хотела тебя позвать. Но ты, я так понимаю, не пойдёшь. Не пойдёшь, не пойдёшь. Не пойдёшь. Точно, я завтра в школу. Просто не пойду и всё. Так, а завтра у нас пятница. Вообще, кто придумал на один день в школу идти? Там потом выходные сразу. За выходные всё сделаю. Только как мне в школу-то не пойти? Так, а как не ходить в школу? О, десять способов. Какой-нибудь точно прокатит. Начну с самого первого. А, ну это легко. Сначала нужно всё подготовить. Мне нужен стаканчик тёплой воды. Поставим его сюда и готово. Мам, мам, что случилось, Максим? Мам, я чего-то сидел, сидел, уроки делал, делал. У меня так башка разболелась. Ой, мне кажется, она сейчас лопнет. Может мне температуру померить, а? Температуру померить? Да ну нет, слушай, ты вроде совсем холодной. Мам, да ну нет, у тебя рука просто горячая, ничего не чувствует. Нет, я тебе говорю, голова сейчас треснет просто. Ну хорошо, сейчас принесу тебе градусник, но я уверена, нет у тебя никакой температуры. Вот, держи, Мире лежит. Хорошо, мам, я померяю, тебя позову. Я сейчас в стаканчик градусник засуну, и температура поднимется. Да нет, Максим, там же быстро, я сейчас тебя подожду. А заодно и проконтролирую. Вижу я стаканчик-то, водичка там явно тёплая, аж пар идёт. Мам, да ладно, не сиди, может и дела там какие. Ты пока иди делай, я тебя позову, чего тебя отвлекать-то? Максим, да нет, ты что, тем более ты уже померил. Ну-ка давай градусник. Тридцать шесть и шесть, ну вот, можно в космос лететь. Так, всё, давай, садись за уроки. Да лучше бы я в космос полетел, чем в эту школу пойду. Так, способ номер два. Мам, мам, принеси туалетной бумаги, пожалуйста, а тут всё закончилось. Как закончилось? Я сегодня утром ставила сюда три рулона, может упала куда? Да нет, я всё обсмотрел. Я, наверное, все три рулона истратил. Я чего-то часто в туалет хожу, и у меня это, жидкий стул. А ещё живот болит. Три рулона измотал? Сколько ж ты раз в туалет-то сходил, а? Не знаю, не считал, но раз десять точно уже с утра. Какой кошмар, лишь бы не вирус какой, а? Так, заканчивай свои дела, сейчас бумажку принесу и таблетку тебе дам одну волшебную, сразу всё пройдёт. Вот, держи капсулу. Её нужно обязательно запить водичкой, как раз у тебя тут стаканчик стоит. Держи. Мам, а если не поможет? Может, я пару деньков дома отлежусь, а? Ну, если уж эта таблетка не поможет, тогда нужно будет срочно вызывать врача. Это не шуточки. Давай, ешь скорее. Я посмотрю, чтобы ты её правильно проглотил. То вдруг подавишься. Да, мам, сейчас съем. Ну, здравствуйте. После этой таблетки я вообще в туалет ходить не могу. Интересно, сколько она будет действовать? Способ номер три. Нужно как-то сообщить маме, что занятий завтра не будет. Ха-ха, легко сказать сообщить. Мама же не поверит. Сейчас же интернет есть. Она напишет там кому-нибудь, скажут школу, школу и что. Ничего не отменяли. Тут надо что-то такое придумать, чтобы она точно поверила. Я знаю, что делать. Если ей напишет сам учитель, тогда она точно поверит и перепроверять не будет. Так, заходим на его страничку. Ой, пароль какой лёгкий. Ага. Завтра занятий в школе не будет, точка. Максим, тут учитель написал, что завтра занятий не будет. Так что ты давай уж отлежись тогда, ладно? Только уроки, что были сделаны все. Уроков не будет? Ой, как жаль. Но если уж учитель написал, то понятно, ага. Ладно тогда, пойду уроки поделаю. Ушла? Ура! Получилось, получилось! С третьего раза сработало. Я завтра в школу не иду. Ой, Максим, слушай. Зря только приходила, говорила. Сейчас смотрю. Учитель прислал. Взломали его, представляешь? Ой, тут чайнички уже умные какие. В страницу его залезли и написали, что занятий не будут, а занятия-то будут. Так что давай, поделывай уроки и завтра в школу. Да ну нет. Чего он так быстро заметил-то? Эх, так, ладно. Способ номер четыре. Мам, мам, отдай, пожалуйста, телефончик, а то мой сел, а мне на срочно домашку там подглядеть. Ладно, ладно, Макс, возьми, конечно. Здравствуйте, это мама Максима. Максим завтра в школу не придет, он у бабушки. Там всю деревню снегом замело, автобусы не ходят. Как приедет, сообщу. Отправить. Ну чего? Отправка сообщений ограничена. Это как это, почему? Так, сейчас еще раз попробуем отправить. Мам! Я отправить не успею. Тебе тут тетя Света звонит, потом дашь еще телефончика, ладно? Да, конечно, сейчас поговорю и тебе отнесу. Привет, Свет. Ничего, да, ага. Давай телевизор смотрим. Да. Так, Максим, я что-то недопоняла. Это когда-то я успела учителю твоему такое сообщение выдумать, а? И хорошо, что не отправилась. Максим, Максим, у бабушки он в сугробе застрял. Вот на следующие выходные поедешь к ней снег чистить. Эх, все-таки не отправилась. Мам, да я не хочу, я завтра в школу. Ну можно я прогуляю денечек, а? Макс, ну почему? Тут денечек, там денечек. Нет, нет, нет. Давай, ты обещала начать новый учебный год с хороших оценок. Тебе же айфон купили, Дед Мороз принес. И еще одноклассникам всем показать хотел похвастаться. Передумал, что ли? Да, мам, я уже в учебный чат отправил всем фото меня и айфона. Так что я уже похвастался. А в школу я, ну не хочу я идти в эту школу, а? Ну один денечек и все. Исключено. Садись за уроки. Еще не хватало, чтобы в первый учебный день ты мне двоек наприносил. Ладно, есть у меня в запасике еще несколько способов. Девочки, доброе утро. Собираетесь уже? Да, мам, конечно, мне сегодня к восьми. И мне к восьми. Я вот выбираю, в чем пойти. Макс, собираешься в школу? Тебе ка скольки? Собираюсь, мне к девяти. Хорошо, выйди пораньше, чтобы не опоздать. Возьмем ключики от входной двери и положим их маме в сумочку. Алло, мам, ты уже ушла на работу? Да тут дело в том, что я не могу ключи найти. Да дверь закрыть, а как я в школу пойду? Дверь открытой что ли оставлю? Нет, дома больше никого нет, все ушли. Ну я не знаю, мам. Придется прогулять, наверное, в школу. А, нашла у тебя в сумке мои ключи? Ну так не обратно ведь ты пойдешь. А, ты еще на остановке? Сейчас прибежишь. Ладно, мам, хорошо, жду. Какие-то способы у вас неработающие. У кого еще какие идеи есть, как в школу не ходить, а? Как вы в школу прогуливаете? А ну, сознавайтесь. Как это не прогуливаете? Совсем не прогуливаете? Ну вообще. А я вот не хочу в эту школу идти. Вот, Максим, держи скорее ключи и быстренько беги в школу, еще успеешь. Хорошо, мам, да, все, бегу, бегу. Эх, остался только один вариант, но я что-то побаиваюсь. Ну, что не сделаешь, чтобы в школу не ходить, да? Так главное голос изменить, чтобы не узнали, что это я. Здравствуйте! Слушайте, школа заминирована. Я серьезно говорю? Да, заминирована. Ха-ха, ну сейчас я подарок всем сделал. Всем в школу не пойдут, точнее, кто туда уже пришел, выйдут. О, а вот и мама звонит. Алло, мам, что? О, школу заминировали. Серьезно? Куда я уже подходил? Бежать оттуда? Да, конечно, да. Я дома буду, ага. Хорошо, мам, конечно. Да, и Катя уже позвонила, и Дианке, да? Ага. Ну, ладно, все, ага, бегу домой тогда. И какой дурак балуется, а? Целый урок отсидела, потом всю школу на улицу выгнали. Сказали, идите по домам, школа заминирована. Сто процентов кто-то балуется. Ха-ха, девочки, вы чего не рады, что школу отменили, что ли? А чему тут радоваться? Все, что должны были пройти сегодня, потом придется проходить дополнительно. И задерживаться в этой школе еще. А я стих выучила. Эх, придется повторять, чтобы завтра не забыть. Ну, не знаю. Мне так как-то радостно и хорошо. О, еще один выходной, еще один день канику. Спасибо этому чуваку, который это все устроил. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у вас, у кого-то из проживающих в доме, Есть номер телефона? 8-9-121-231-532-862. А, здравствуйте. Это... Да-да, это номер Максима, а что случилось? Ага. Просто с данного телефона сегодня утром поступил звонок в школу. С сообщением о минировании. С данного телефона? А этого не может быть. Да вы что? Да нет-нет-нет. Максим у нас хороший, примерный мальчик. Он не мог такого сделать. Макс, быстро иди сюда. А, да, мам, чего? Ой, а полицейский у нас тут зачем? А полицейский мне только что сказал, что с твоего номера было сообщение о минировании. Ты хоть представляешь, что сейчас с тобой будет? Да, Максим, думать нужно было. Думать. Сейчас родителям знаешь, какие штрафы придут? За ложный вызов. Нужно будет оплатить все службы быстрого реагирования за то, что они пустую делали свою работу и приехали в школу. А школе какой штраф? Отменили все занятия, всех детей отправили домой. И еще нам придется поставить тебя на учет. А? Штрафы? Мам, я не хотел. Я в школу идти не хотел. Я вот этого всего не хотел. Я просто там статью нашел, 10 способов, как не ходить в школу. И это был последний вариант. Я не подумал, правда, полицейский. Простите меня, пожалуйста. Я больше никогда так делать не буду. Не буду, не буду, не буду, не буду. Не буду, не буду. Я же сказала, не буду я. Максим, Максим, что случилось? Давай, я пришла тебя будить. В школу пора. А? А где полицейский? А штрафы нам в итоге дадут или нет? Макс, какой полицейский? Какой штраф? Ты что, бредишь? Ой, то ты горячущий-то какой. Надо срочно температуру померить. А, фу, это мне все приснилось, что ли? Какой кошмар. А там этот полицейский так, так серьезно, как по-настоящему все. Фу, как хорошо, что это сон. Мам, я в школу, ладно? Так, подожди, температура сначала. А, 38,6. Максим, какая школа? Кажется, ты заболел. Так, лежи сегодня дома. Завтра посмотрим. 38. Я в школу, что ли, не пойду? А я так хотел. Я так в школу хотел. Эх, ну ничего, я обязательно за сегодня попробую постараюсь поправиться. И завтра уже пойду в школу. Ой, а завтра после школы уже выходной. Ну ничего, я тогда уроки буду делать. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дринал ГТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. Кать, а Кать, а дома? Мам, подожди, нам приветы надо срочно передать. Приветик Айсел. Приветик Сайкал. Приветик Алина. Приветик Вероника и Злата. Приветик Полине и Ангелине. Приветик Роме. Приветик Катюшке. Приветик Аленке. Приветик Зейнапке. Приветик Алисе Колесник. Приветик Микки. Приветик Алисе Овсяновой. Приветик всему третьему Е-классу. Приветик для Фатимки. Приветик Синей Мухе. Приветик Вика. Приветик Альбине. Приветик Ане, Еве, Ирине, Марине Приветик Захрушке Приветик Лере Котику Приветик Арине Приветик Вероничке Клубничке Приветик Эльзе и второму Б Приветик Майе